Рассматривая строение лимфатического узла, мы должны дать общую характеристику этим органам. Можем сказать, что это множественные мелкие органы, которые в норме имеют размер от 1,5 на 1 см в сечении. Они относятся одновременно к органам иммунной защиты или лимфоидный орган и к сосудистому руслу организма. Иными словами, лимфатические узлы занимают такое двойственное положение. Одновременно мы их рассматриваем органами лимфоидными и часть сосудистой системы, которая транспортирует лимфу. Суммарное количество всех лимфоидных органов, всей лимфоидной ткани в организме достигает 1% массы тела. И это немало. Половину от этого объема составляют лимфатические узлы. А вторую половину составляет селезенка, тимус, миндалины. Те структуры, которые располагаются в слизистых оболочках и относятся к фолликуле лимфатицы солитарии, одиночным лимфатическим узелкам. Ну и теперь мы рассмотрим саму схему, которую нам нужно уметь рисовать. И давайте это последовательно вместе сделаем. Чем крупнее это будет, тем легче нам всякие детали пометить. Первым планом мы изображаем периферическую структуру, которая окружает узел с наружной поверхности, отделяя его от рядом расположенных тканей. Мы обозначили номером один эту структуру. Это капсула лимфатического узла. Представлена сытно-тканной, плотной структурой, хорошо отграничивающей лимфатический узел. И вы увидите, что внутренний контур этой капсулы, он такой неровный. Он имеет выросты, направленные с периферии в направлении к центру. И эти выросты, они называются тробекулой. Значит, вот номером два мы обозначали тробекулу, который отходит непосредственно от капсулы. Поэтому она такое название и носит. Капсулярная тробекула. Но кроме капсулярной тробекулы, видите, есть еще такие разрастания в области углубления на одной из поверхностей, на внутренней поверхности узла. Вот это углубление, оно связано с разрастанием отходящей отсюда соединительной ткани и получило название область ворот. Обозначим это буквой В. А сама структура под номером три обозначена, это хиларная тробекула. Хиларная тробекула. Хиларная тробекула. Лимфатический узел по форме можно сравнить с зерном фасоли или боба. Вспомните, какую конфигурацию имеет это зерно. Оно представляет собой, словно бы, сплюснутый из боков овал, у которого есть углубление на внутренней поверхности. Собственно, из него потом будет появляться росток, если его посадить в землю. Вот это углубление, его аналогом является как раз область ворот. Порота по-русски, хилус по-латыни. И мы представляем себе, что это то место, где будут заходить внутрь артерия и нерв, и выходить вена и один из лимфатических сосудов. Поэтому само по себе место является одновременно углублением и разрастанием здесь же расположенной на капсуле соединительной ткани, которая словно бы укрепляет его для вот такой системы окружения этих сосудов, входящих и выходящих в область лимфатического узла. Вы заметили, что хиларная тробекула несколько больше, чем тробекулы капсулярные? Так не всегда бывает, но это зависит от особенностей строения узла, которые мы чуть позже разберем. Смотрите, те структуры с первой по третью, которые мы обозначили как капсулы и тробекулы, они совокупно объединяются понятием строма. Строма, цветно-тканный каркас, вот он такой снаружи, если мы сделали срез достаточно плотный, мы здесь просто для того, чтобы не загромождать рисунок, не станем рисовать очень мелкие, как сеточки волоконца, которые наподобие губки пронизывают весь срез. Ну и если это не срез, а просто представлять себе объемно-лимфатический узел, то внутри заполняют такими ячейками всю внутреннюю структуру лимфатического узла. И они называются ретикулярными волокнами. Ретикулем – это от того же корня – сеть. То есть на нашей картинке сейчас все внутри словно бы пустое, ничем не заполненное. А на самом деле мы должны себе понимать и представлять, что вся внутренняя поверхность, она реально заполнена еще ретикулярными волокнами, ретикулярной сетью, чрезвычайно тонкими и равномерно распределенными внутри. Может быть, у кого-то появится инициатива как-то улучшить эту картинку. Я над ней довольно много возился, и когда делал всякого рода вот такие мелкие сетчатые структуры, она загромождалась и становилась более, ну так скажем, уязвимой в плане схематичности и наглядности. Поэтому один из элементов обязательных, у нас здесь отсутствуют, вот эти ретикулярные волокна. Но тем не менее мы понимаем, что они должны быть, и в идеале мы их должны были бы изображать. Потому что если лимфатический узел мы сравниваем по функции со своеобразным таким фильтром, то у фильтра всегда есть структуры, на которых могут задерживаемые частицы как биологические, так и небиологические по природе осаждаться. Чем они могут, ну как бы, захватываться? Что может мешать их нормальному продвижению? Понятно, такая пустая поверхность внутри ничему не помешает, но мы договорились, что все это внутри занято ретикулярными волокнами. Ретикулярной стромой. Итак, строма, она содержит крупные тробекулы, плотные волокнистой сетчатой ткани, и ретикулярной стромой также представлены. Теперь второй компонент. Вот у нас справа подписано, что это паренхема. Безусловно, лимфатический узел имеет паренхему, и эта паренхема не что иное, как совокупность разного рода лимфатических клеток, лимфоидных клеток, которые на этой ретикулярной строме определенным образом располагаются. То есть они не в воздухе висят, не в вакууме взвешены, они реально располагаются на ретикулярной строме. И вот я теперь изобразил ту часть паренхемы, которую условно можно обозначить вот такой аббревиатурой К плюс ПЗ. Почему? Потому что это К-корковое вещество. А все, что мы закрасили, помимо коркового вещества, включает в себя еще так называемую паракортикальную зону. паракортикальную зону. То есть, видите, достаточно такое сейчас получилось у нас массивное структурное образование или часть паренхемы, которая, видите, занимает на данном изображении две трети среза. Внутри этого пространства, этой площади, совокупности этих элементов можно разделить, различить отдельные вот такие округлые образования, обозначенные номером 4. Что это такое? Это фолликулы по старой номенклатуре или узелки. Знаете, все меняется в нашей жизни, в том числе и в терминологии. Раньше официально они назывались лимфоидные фолликулы или лимфатические фолликулы. Но на съездах анатомических, которые рассматривают вопрос анатомической терминологии, была у вас высказана позиция, что фолликул подразумевает в себе в переводе пузырек. Значит, внутри он должен содержать полость и обычно жидкостной компонент. А вот эти структуры внутри полости не содержат, и они не являются жидкостными. То есть с этой точки зрения термин фолликул, скажем, если сравнивать это с фолликулами в яичниках, но совершенно разное образование. И решили им дать другой термин, другое название – узелки, лимфоидные узелки. Безусловно, и этот термин имеет определенные, так скажем, недостатки. Да, согласитесь, внутри лимфатического узла есть лимфатические узелки. Но само по себе это тоже как на тавтологию похоже на масляное масло. И идеальным термином его тоже, наверное, считать трудно. Вот эти лимфатические узелки, они в свою очередь бывают двух типов. Они бывают лимфатическими узелками со светлым центром, или их по-другому называют герминативным центром, или центром размножения. И они бывают лимфатическими узелками без таких центров. Собственно, центр размножения является центром активации в ответ на именный стимул. И если организм живет в идеальных обстоятельствах, ничто его не стимулирует, и нет повода для формирования таких герминативных центров. Одним словом, само по себе подразделение узелков на без светлых центров с светлым центром – это функциональное подразделение. Вы видите, что эти узелки располагаются не как-то хаотично, а строго по периферии. И для нас будет интересно тоже их функциональная роль иммунная. К какой системе они будут относиться к бурсозависимой – это B-зоны, или к тимузависимой – T-зоны. Вот именно сами узелки относятся к B-зонам, лимфатическую зло – это бурсозависимые зоны. А вот то, что осталось закрашенным серым цветом, светло-серым все это пространство, это осталась паракортикальная зона. То есть, строго говоря, кортекс – это слой, который включает в себя только область фолликулов. Вот получается, эта вся периферия – это кортекс. А оставшаяся часть серая – это паракортикальная зона. Вы можете заметить, что паракортикальная зона, по сути своей, даже массивнее, толще на срезе, чем область коркового вещества. Паракортикальная зона, она является зоной T-зависимой. И важно при этом, что вот эта серая, светло-серая паракортикальная зона, она вдаётся в пространство между фолликулами, между узелками. И получается, промежутки между узелками, они также рассматриваются как отдельная структурная часть, межфолликулярная зона. То есть, есть паракортикальная зона, и как бы отроги из неё внедряются между фолликулами, формируя межфолликулярную зону. И то, и другое относится к T-системе. Это у нас здесь не записано для того, чтобы не загромождать опять рисунок себе. Помните, что как паракортикальная зона, так и межфолликулярная зона, они связаны друг с другом единым комплексом функциональным, относятся к T-системе, к тимус-зависимой зоне лимфатического узла. А что теперь я рисую? Смотрите. Я ещё показываю одну часть, которая появляется ближе к воротам. Эта часть какая-то такая неровная, да, с многочисленными выростами. И если заканчивать изображение вот этой части, то смотрите, помимо выростов я ещё такие словно бы островки подрисовываю. Вся эта часть называется мозговое вещество. Получается, мы срез разделили на два неравных отдела. Совсем узкое корковое вещество на уровне фолликулов, да, достаточно широкая паракортикальная зона и мозговое вещество. Итак, мозговое вещество является как бы противопоставленным к корковому плюс паракортикальной зоне по расположению. Оно ближе к воротам. И оно представлено структурами по типу островков, словно бы здесь, висящими в воздухе. На самом деле, помним, что они никак не могут висеть, они держатся на ретикулярной строме, на мельчайших волоконцах, как губка всё пронизывающих внутри лимфатического узла. И часть таких выростов является непосредственным продолжением, словно бы от паракортикальной зоны, внедряющейся внутрь. А часть вот так вот обособляются округлыми образованиями. Вот эти структуры, они получили название, обозначив их номером пять, они получили название мякотные шнуры или мозговые шнуры или мякотные тяжи. И то, и другое тяжи, шнуры определяет их форму. они такие вытянутые, овоидные, удлинённые, и между ними остаются пространства, не занятые как бы ничем, кроме самого ретикуля, ретикулярной стромы. Итак, вопрос, чем представлено мозговое вещество? Правильный ответ на него должен заключаться. Мозговое вещество представлено мякотными тяжами и мякотными шнурами или мякотными шнурами, то есть это синонимы. мозговое вещество относится к бурсозависимой зоне. Это опять Б-зона лимфатического узла, так же, как и лимфоидные фолликулы. Итак, у нас сейчас противопоставлены друг другу строма и паренхема. Мы помним, что для всех паренхематозных органов всегда существует буквально так в философском плане это противопоставление строма и паренхема, потому что они выполняют разную роль. Паренхема осуществляет функцию данного органа, а строма поддерживающую не только в плане ну как бы физическом, да, чтобы все определенным образом здесь было организовано в пространстве, но и поддерживают в плане питания, обеспечивают расположением здесь капиллярного русла, которое осуществляет газообмен, а значит функцию трофическую. но наконец мы говорили, что лимфатические узлы, они занимают промежуточное двойственное положение, они являются лимфоидными органами, все, что связано с лимфоидными органами, вот у нас здесь уже нарисовано, обозначено. А теперь то, что мы дальше будем обозначать, вот я пишу сосудистое русло, это второй как бы функциональный компонент лимфатического узла, который связан с теми элементами, что мы сейчас разберем. Значит, для того, чтобы говорить о сосудистом русле, нам нужно привести внутрь лимфатического узла в сосуды, чтобы лимфа могла по ним притекать. Вот, посмотрите, я нарисовал четыре таких сосудика на выпуклой стороне лимфатического узла. И обратите внимание, каждый из них, каждый из этих сосудиков, на самом деле их может быть намного больше, вовсе не обязательно четыре, они всегда располагаются именно на выпуклой стороне узла. И вот там внутри мы видим изображение каких-то клапанов. Маленькие клапаны присутствуют внутри лимфатических сосудов и они препятствуют движению лимфы в ретроградном направлении. иногда знаете называют лимфатическое русло таким лимфатическим болотом. Движение лимфы всегда ну такое очень медленное в плане скорости и зачастую обусловлено факторами, которые мы будем отдельно рассматривать факторы движения лимфы. Один из значительных которых и значительных факторов это сокращение скелетной мускулатуры. когда мы ходим двигаемся каждая скелетная мышца при сокращении осуществляет своеобразный такой массаж как резиновая груша выбрасывая лимфу в следующий отдел сосудистой лимфатической системы. У лимфатических сосудов нет мощной мышечной стенки. Гладкомышечные волокна присутствуют в их стенке, но тем не менее они не способны полноценно осуществлять движение лимфы. Поэтому это движение осуществляется прежде всего за счет сокращения скелетной мускулатуры, за счет пульсации рядом расположенных артерий за счет присасывающего эффекта допустим давления грудной полости и так далее. Но вот важно, чтобы несмотря на эти механизмы обеспечивающие движение лимфы в нужном направлении, у них были механизмы также препятствующие обратному движению. И поэтому клапаны, которые мы здесь видим, они как раз позволяют лимфе двигаться только в одном направлении с периферии к центру внутрь лимфатического узла, но назад в нормальных условиях это движение не может осуществляться. И значит эти сосуды, мы их обозначим сейчас номером 6, они имеют название приносящие или афферентные сосуды. Куда они открылись? Они открылись в пространство, которое у нас тоже ничем не закрашено, потому что оно свободное. Еще раз напоминаю, несмотря на нашу картинку, там есть сеть, сеточка очень нежная из тончайших ретикулярных волоконец, но тем не менее оно не заполнено именно лимфоидными клетками. И лимфа попадает в это свободное пространство между капсулой и паренхемой, который называется синус. Какой синус мы чуть позже назовем. А сейчас я нарисовал еще один сосуд. Смотрите, в области ворот. Обозначил его седьмым номером и назовем этот сосуд эфферентный сосуд выносящий. Таким образом, даже по названию понятно, что предусмотрено в норме движение лимфы только в одном единственном направлении. От периферии к центру, от выпуклой стороны узла через паренхемы или через синусы в эфферентный лимфатический сосуд на вогнутой стороне узла области ворот. Обратное движение невозможно, потому что и у сосуда номер семь, у эфферентного сосуда здесь тоже есть клапаны. и обратите внимание, пожалуйста, что эфферентный лимфатический сосуд он большего диаметра. Почему? Потому что он один. Приносящих лимфатических сосудов много, а выносящий один. Тоже для того, чтобы было возможно это постоянное движение лимфы, лимфатические узлы располагаются мы будем говорить про их классификацию, что есть узлы соматические, есть узлы расположенные в полостях тела и воротах органов. Но независимо от локализации, особенно соматические узлы, они располагаются в таких местах, где движения являются наиболее активными в области сгибов суставных. Есть паховые лимфатические узлы, которые соответствуют паховой складке, паховому сгибу. есть подколенные лимфатические узлы, есть локтевые, акселярные. Все это обеспечивает при сокращении мышц такому активному выталкиванию лимфы из узла в этот эферентный лимфатический сосуд, обозначен у нас седьмым номером. То есть сопоставление с резиновой грушей, в которую мы набрали содержимое, жидкость, но если мы не будем давить снаружи на эту грушу, жидкость так и останется внутри. То есть роль такого давления играют сокращающиеся мышцы вокруг узла. и они проталкивают лимфу всегда в одном направлении. Знаете, в 70-е и 80-е годы, когда очень активно развивалась иммунология, проводилось огромное количество разного рода экспериментов, связанных в том числе с попыткой конюлирования лимфатических узлов. Представляете, вот в эти мельчайшие сосуды научились вводить мельчайшие такие конюли, трубочки, по которым осуществляли перфузию жидкости в эксперименте для того, чтобы лучше понять структуру и функцию узла. и обнаружили, что нередко при такой перфузии после использования высокого, ну, относительно высокого, разумеется, да, то есть тут совсем движение очень медленное, да, это поэтому с болотом сравнивают, да, минимальное перемещение происходит жидкости. И если давление было чуть выше физиологического, то все лимфоидные клетки вымывались, а мало того, сплошь и рядом сам узел повреждался вплоть до разрыва капсулы. то есть та сила движения лимфы, которая предусмотрена внутри лимфатического узла, она ограничена именно небольшими колебаниями такого повышения давления, которые могут осуществлять эти поступательные движения лимфы. Но что было в конечном итоге при этом обнаружено и доказано, что при желании можно все лимфоидные клетки из лимфатического узла, но словно бы вымыть. Грубо говоря, сравнивая так образно, мы можем из этой губки, которая является фильтром, все частички, застрявшие на ретикулярной струме, мощной струей жидкости, которая извне идет, очистить, вымыть. Но при этом из ванны, разумеется, выплескивается ребенок, то есть уходят не только допустим корпускулярные частицы, попавшие сюда извне, но и сами лимфоциты. Таким образом вот мы сейчас говорим о том, что разделение на строму, паренхему и сосудистое русло, оно в свое время было очень ясно доказано не только гистологическими всякими методами, но и экспериментально перфузией. Ну и здесь позвольте тоже чуть-чуть отвлечься и поговорить на тему того, что в нормальных физиологических условиях вот этот фильтр, который мы сейчас с вами рассуждаем, фильтр, по сути являющийся механическим барьером для всякого рода попадающих извне корпускулярных частиц, из внешней среды во внутреннюю среду, он не рассчитан на огромное количество таких корпускулярных элементов, корпускулярных частиц. Потому что в нормальных физиологических условиях что получается, если, допустим, какой-то небольшой разрез, да, где-то в пустынных регионах, где много песка, допустим, какие-то мельчайшие частицы попадают через дыхательное русло, через дыхательные пути в лимфатические узлы трахио-бронхиальные бронхопульмональные расположены в воротах легких. Какая-то заноза при повреждении кожных покровов и мелкие корпускулярные элементы попадают внутрь. Но человек очень такой творческий он придумывает всегда способы ну как бы физиологические методы защиты организма от проникновения элементов внешней среды внутрь нарушить и например из нефизиологических методов загрязнения внутренней среды что мы можем упомянуть? Курение очень такой хороший способ если вы посмотрите на фильтр сигареты после того как ее докурили до конца до начала она он был белый к моменту завершения процесса весь фильтр желтый и тем не менее все что не задержал фильтр у сигареты все попадает в лимфатический узел и мы на препаратах с вами у нас в третьей четвертой аудитории анатомических можем увидеть лимфатические узлы в воротах легких которые выглядят как своеобразные угольки там ничего не остается от уже самой стромы ничего не остается от паренхены это просто полностью губка которая заполнена корпускулярными частицами угля мелкими но они друг с другом образуют такой единый конгломерат и как биологический объект орган погибает мало того появляющиеся в нем вот это скопление инородных частиц она может распространяться дальше и соответственно та роль которая узлу исходно отводилась она как раз становится противоположной она не защищает от внешних объектов внутреннюю среду а наоборот ее агрессивно так скажем распространяет все дальше по лимфатическим узлам расположенным вблизи я так много времени на это сейчас уделяю для того чтобы мы осознали принципиальные вещи и ясно что если мы допустим в бытовых условиях после ну какой-то какого-то вкусного блюда приготовлен не знаю в гусятнице или в таком специальном устройстве для приготовления утки начнем мыть обычной губкой то потом эту губку можно выбрасывать она ни на что не годится через несколько лет курения вот лимфатические узлы расположенные в воротах легких полностью становятся биологически инертными они не могут реально существовать как живой орган а просто служат рассадником инфекции для окружающих еще не полностью поврежденных лимфатических узлов и этот процесс постоянно прогрессирует и как дело обстоит с фильтрами допустим автомобильными подходит время и нужно их менять это обычно в идеале делается пару раз в году и как какой-то альтернативный вариант там можно их попытаться прочистить продуть из компрессора мощной струей воздуха с лимфатическими узлами такое невозможно то есть важно чтобы мы просто отдавали себе отчет что этот барьер очень хрупкий и если он теряет свою барьерную функцию то он становится ну помимо как бы утраты исходного назначения еще наоборот прямой явной угрозой для всех остальных узлов поскольку узлы все друг с другом связаны из одного жидкость лимфа переходит другой как же лимфа движется вот смотрите я теперь использую цифру 8 которая красным цветом помечена эта цифра 8 обозначает синус расположенный между капсулой и паренхемой это суб капсулярный синус пространство в котором лимфа может течь как бы огибая паренхему вы видите что это такая дорожка по которой можно достичь мозгового вещества в обход не осуществляя фильтрацию через паренхему представьте себе что мы просто идем длительно несколько километров и наши подколенные лимфатические узлы с каждым шагом проталкивают лимфу в синусах вполне естественно если мы идем не босиком в хорошие обуви но здесь при движении лимфа просто должна перейти из одного участка тела в другое ей не требуется биологическая очистка в настоящий момент которая осуществляет лимфоидные клетки паренхемы и она может идти в обход то есть один из вопросов наших резонных билетах пути транспорта лимфы вот они в таком случае осуществляются как один из вариантов обходным путем номер 6 афферентные лимфатические сосуды затем номер 8 субокапсулярный синус а потом следующая номер 9 вот теперь появились красного цвета в мозговом веществе вот эти на сосуды похожие пространства это синус расположенный в воротах пространство воротного синуса они лежат между мякотными шнурами и тробекулами то есть это не что иное как свободное пространство между мякотными шнурами и тробекулами и вот этот обходной путь он нужен для транспорта лимфы в тех случаях когда не требуется явная биологическая обработка лимфы как в примере который я вам привел совсем другая ситуация если травмирована кожная поверхность если осуществляется внедрение во внутреннюю среду как карбускулярных частиц так и бактерий то вполне естественно лимфоидная ткань должна активироваться для непосредственной борьбы с этим чужеродным агентом и это часто связано тоже с обездвиживанием как конечности нередко в тяжелых обстоятельствах всего организма целиком да соответственно лимфа тогда проходит через паренхему это будет второй путь проникновения через афферентные сосуды с фильтрацией в паренхеме и затем после этого только попозгая в мозговые синусы и дальше в эфферентный лимфатический сосуд таким образом мы с вами разобрали вот это окончательная картинка которую больше уже не допомнится мы разобрали общую схему лимфатического узла и теперь я хочу показать как могут лимфатические узлы друг от друга отличаться вопрос связанный с морфотипами лимфатического узла лимфатических узлов термин морфотип или морфологический тип он напоминает нам такую типологию которую мы знаем допустим по особенностям строения человеческого тела в целом по конституции мы знаем что существует градации на остейников гиперстейников нормостейников мы знаем что есть деление популяции на брахиморфов долихоморфов и мезоморфов вот такие трехчленные деления на типы они нам нужны для того чтобы мы могли представить что объединяет разные типы друг с другом и отличает от других и увидим определенные закономерности в том и другом значит здесь также можно различить три типа лимфатических узла фрагментарный промежуточный и компактный начиная этот разговор я бы хотел вспомнить одного из выдающихся лимфологов России академика Юрия Ивановича Бородина жизнь которого была в значительной степени связана с городом Новосибирском мне добилось быть его учеником под его руководством защищать кандидатскую докторскую диссертацию и обе мои работы были связаны именно со строением лимфатических узлов академик Бородин создал крупный институт институт лимфологии который занимался как фундаментальными такими разработками связанными с лимфатической системой лимфатическим руслом так и с прикладными аспектами для применения в клинике для лечения пациентов и вот это его классификация морфотипы лимфатического узла он предложил первоначально еще в своей кандидатской работе если не ошибаюсь это был 1956 год а потом это многократно исследовалось различными его сотрудниками его учениками и вот все что мы сейчас увидим в этой схеме оно связано с именем академика Бородина смотрите если мы сравниваем это с допустим такой классификацией общеконституциональной как долихоморфы брахиморфы мезоморфы то сразу представим себе что в популяции больше всего промежуточного типа мезоморфов а долихоморфов и брахиморфов ну условно скажем будет процентов по 15 а 70 процентов будет мезоморфов подробно говорить про эти конституциональные типы сейчас нет смысла но брахиморф он связан с именно короткими ну или скажем так преимущественно широтными развитием размеров туловища а долихоморф наоборот преимущественно с длиннотными размерами туловища конечностей а вот промежуточное ну так скажем более максимально стройной да гармоничный по типу строения я про это упомянул для того чтобы нам сравнивать с строением лимфатических узлов ясно что промежуточных узлов больше чем других по общему количеству в организме человека а вот фрагментарные и компактные они менее представлены в процентном отношении да и промежуточных больше потому что они объединяют в себе признаки и фрагментарных и компактных давайте теперь прежде чем рассматривать строение каждого типа по отдельности представим какой ну инструмент оценки здесь используется в основе лежит так называемая корково мозговой индекс корково мозговой индекс соотношение корково вещества плюс пара кортикальной зоны к мозговому если получать вот такой срез гистологически например а сегодня это можно сделать и методами лучевой визуализации при вычислении соотношения корково плюс вещества плюс пара кортикальной зоны к мозговому мы обнаружим что у фрагментарного типа лимфатического узла корково мозговой индекс будет меньше единицы почему потому что мозговое вещество все что вот здесь заполнено этим мякотными шнурами и белым пространством это мозговое вещество на данном изображении почти в два раза превышает корковое а теперь сравним с компактным лимфатическим узлом тут наоборот корковое ну мы помним что корковое плюс пара кортикальная зона вместе мы их суммируем корковое плюс пара кортикальная зона наоборот значительно превышает мозговое какие там конкретные величины этого индекса в данном случае нет смысла нам конкретно запоминать они имеют свое отличие обусловленное разными особенностями но ясно что для фрагментарных узлов мозговое вещество и мозговые синусы значит превалируют над корковым и паракортикальной зоной а для компактных узлов наоборот превалирует лимфоидная ткань корковое вещество и паракортикальной зоны над мозговыми синусами и мякотными шнурами промежуточные занимают что-то среднее между и таким образом располагаются в качестве сравнения как группа наиболее часто встречающиеся но с меньшей выраженностью этих особенностей давайте задумаемся какой из двух узлов фрагментарный или компактный будет больше приспособлен для транспортной функции если мы говорим что сейчас не требуется активной функции биологического фильтра требуется функция транспорта лимфы какой из этих двух узлов более приспособлен для транспортной функции мне кажется наглядно очевидно что фрагментарный правда то есть если мы присмотримся мы тут заметим что у фрагментарного узла вот есть даже такая капсулярная тробекула которая здесь разделила его на два крупных фрагмента и лимфа вообще может пройти насквозь из субкапсулярного синуса вот поэтому наподобие канала пути в мозговое вещество ей даже не надо идти по периферии через субкапсулярный синус огибая всю паренхему да она вообще может пройти насквозь фрагментарный лимфатические узлы очень приспособлены именно к движению лимфы а как дело с компактными обстоит полная противоположность строго говоря у компактных узлов у них едва заметны капсулярные тробекулы то есть лимфа обязательно должна просочиться через паренхему для того чтобы попасть в мозговой синус и в эфирентно-лимфатический сосуд иными словами многообразие лимфатических узлов оно в значительной степени связано с типологией узла и было показано многочисленными исследованиями что существует определенное подразделение лимфатических узлов различной локализации к каким группам преимущественно они относятся было например показано что подколенные лимфатические узлы они почти всегда фрагментарные почему ну потому что именно движение лимфы против градиента силы тяжести ведь надо подняться лимфе от уровня коленного сустава еще у взрослого человека вертикально стоящего как минимум на метр вверх до области венозного угла то есть место слияния подключичной вены и внутренней ремной справа или слева и только там эта лимфа будет попадать венозное русло ведь вся лимфа в организме течет только в одном направлении в норме она течет к этим двум венозным углам значит ей нужно подняться против градиента силы тяжести подколенные лимфатические узлы вот как раз более других выполняют роль такого пассивного насоса за счет сокращения мышц при ходьбе которые проталкивают лимфу снизу вверх против градиента силы тяжести в эти венозные углы месентериальные месентериальные но тесно связаны с движением всасываемой всасываемого химуса да и значительная часть всасываемой в петлях кишечника жидкости она движется по лимфатическим сосудам поэтому обеспечить это движение также помогает фрагментарный тип а вот что касается например компактного типа медиастинальные подвздошные здесь это тоже имеет достаточно такое мощное обоснование как бы общебиологическое медиастинальные в значительной степени стоят на защите внутренней среды обусловлены вот этой опасностью повреждения слизистой дыхательных путей и требуют именно максимальной биологической очистки биологического контроля иммунной защиты вот мы сейчас с вами обговорили основные вопросы связанные с общим принципом строения лимфатического узла и чуть позже нам предстоит разобрать вопросы связанные с клинической и визуализационной особенностью лимфатических узлов буквально минутные паузы и мы продолжим визуализационной